В Московской государственной школе акварели Сергей Андреяки продолжает свою работу выставка Ольги Волокитиной под названием «Рождение образа». В музейно-выставочном комплексе представлено более 200 работ известной столичной художницы. Художественные работы Ольги Волокитиной – это едва уловимое дыхание и полусумрак лесных чаш, пни и лесные коряги, прорастающие новой травой. Здесь же и славецкие леса, и монастыри, и портреты, и натюрморты. Однако автор больше всего любит образы русского леса. И в этих произведениях кроется глубокий смысл. Эта выставка посвящена именно красоте Божьего мира, потому что уже давно все замечают, что все создано по образу и подобию. Человек по образу и подобию Божьему. И поэтому вся наша жизнь – это на самом деле все время подобие чего-то более великого и более грандиозного в более мелких формах. И вот как раз в больших работах, которые отображают лес, камни, травы, вот этот принцип подобия я и пыталась соблюсти. С выбором темы своего творческого пути Ольга Викторовна окончательно определилась в один из самых счастливых периодов своей жизни. Я просто очень много ездила по стране. Опять же, я была и на юге, и на севере. И просто в один прекрасный момент, как любая женщина рожает, у меня родился ребенок. И я никуда уже не смогла выезжать, как раньше. И вот эта вот тоска к перемене мест, тоска вот этих больших пространств. И просто гуляя с ребенком, я увидела вдруг опять же в Сокольниках повторы всех вот этих рельефов под ногами просто в обычном парке. И мне это настолько потрясло, что я просто поняла, что я нашла тему. Я нашла тему. Вот так, под ногами. Сегодня Ольга Волокитина – известная московская художница, член-корреспондент Российской Академии Художеств, ведущий педагог школы акварели Сергей Андреяки. В начале 90-х она, выпускница Суриковского института, пришла заниматься в мастерскую живописца. Блестяще выполнила акварельное задание, причем это было какие-то, по-моему, стеклянные предметы, гризалью, акварелью. Она была просто великолепна. Позже в этой студии Ольга Викторовна стала помогать мастеру, преподавать. Однако недолго, пути их разошлись. Позже Сергей Николаевич открыл вместо небольшой мастерской крупное учреждение дополнительного образования – школу акварели. Кого приглашать и далее совместно трудиться, вопросов не возникло. И как только было принято решение, проект, началась стройка, все, естественно, понадобились педагоги. Это само собой. Я так про себя подумал, думаю, ну вот кто сегодня из тех, с кем я работал, кого я знаю из художника, мог бы вот эту методику воплотить в жизнь? Конечно, Оля Волокитина. Картины Ольги Волокитиной помогают раскрыть огромное количество смыслов, которые заложены, казалось бы, в простых, обыденных вещах. Будь то остров или ручей, цветы или сухие листья. Все ее творчество посвящено именно этим находкам, которые помогают открыть красоту Божьего мира. Работы талантливой художницы, автора более ста выставок по всему миру, можно будет увидеть до 22 апреля в Московском музейно-выставочном комплексе школы акварели Сергея Андреяки. Субтитры создавал DimaTorzok